Продолжение следует... 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 уже поработали, то есть это люди, которые в нашей CRM-ке находятся, поэтому CRM-маркетинг. И последние две строчки на основе данных про клиентов и на основе действий, которые клиенты совершили. Значит, мы планируем наши маркетинговые активности, исходя из того, что мы знаем про наших клиентов. Если мы знаем, что они живут в Санкт-Петербурге, в Москве, в Йошкар-Але или еще где-то, это информация, которая нам помогает сегментировать клиентов и взаимодействовать с ними. Если мы знаем, что они у нас покупали или про что мы с ними начинали разговаривать, это информация, которая помогает нам их сегментировать и направить какое-то воздействие, активное воздействие на них. Вроде бы все понятно. Если тут вопросы возникают, можно в чатике их бросить, но кажется, что здесь никакой Америки пока я не открываю. Четыре вопроса будут мучить нас, ну или мучить вас, если вы пришли на вебинар. Вопросы такие фундаментальные. Зачем? Кому что и как? Вопрос зачем? Мы, конечно, говорим сегодня про CRM-маркетинг, все вопросы привязаны сюда. Да. Зачем мы вообще это делаем? То есть какая цель у всего этого действия? Цель может быть не только продать, не только повысить продажи. Мы сегодня заявляем про повышение продаж, и мы в основном будем говорить про это, но ваша цель может и отличаться. Мы сейчас за вас придумывать такую цель не будем, но по сути вы можете целиться и в увеличение лояльности, и в что-то другое, что с вашими клиентами хочется сделать. Второе. Кому? То есть та самая клиентская база, к кому мы идем, что мы им несем, что мы им хотим сказать, какой повод мы придумали, или какой повод есть. Мы не то, что придумали, просто поймали его. Ну и как мы это делаем? Через какой канал? Вот такие четыре вопроса. Мы на два из них будем отвечать сегодня детально. Про кому? Про аудиторию. И про как? Про какой канал? Как лучше это сделать? Вопрос зачем? Мы оставим больше вам. Зачем мы такую коммуникацию делаем? Несколько вариантов мы подсказывали, либо подсказываем еще. Ну и что нам им сказать? Мы тоже на несколько ключевых стратегий сегодня посмотрим. Я покажу направление, и уже, ну это не домашнее задание, конечно, но вот такая работа, которую вам, применительно к своему бизнесу, нужно будет сделать. Что из этого вебинара можно будет переложить на свой? Начнем с первой части, с формирования базы, как сказали герои в фильмах, почти так, чтобы отправить кому-то что-то нужное, нужно сначала понять, кому это нужно отправить. Значит, нам, конечно же, для того, чтобы строить CRM-маркетинг, маркетинг на основе данных, нужно понимать, с кем мы работаем. Поэтому мы накапливаем базу. Из каких источников мы накапливаем базу? Ну вот совершенно из разных на самом деле. Если у вас есть старые Excel, ну вдруг, давайте так, вдруг у вас нет CRM, мы тут делали большое исследование по России в прошлом году, в этом году и оказалось, что не больше 17% компаний используют CRM-систему. Если вы вдруг попали в тот процент большой, достаточно, который не использует CRM, то наверняка у вас есть что-то альтернативное. Вы пользуетесь Excel-файлами, где-то у вас эти клиенты хранятся. В записной книжке, если их там несколько человек, да, понятно, но как только их начинают там быть десятки или еще больше, то они где-то должны храниться. Да. Соответственно, они где-то там. Мы должны эту базу к себе переложить. Я не буду, наверное, сейчас говорить, почему CRM лучше, чем Excel. Алька, там, вроде бы для меня это понятно, не тема сегодняшнего вебинара, был, кстати, у нас один похожий, но из того, как мы строим коммуникацию, наверное, будет понятно, почему все-таки не очень Excel. Второй момент. Мы должны понимать канал связи. То есть, когда мы собираем такую базу, мы должны понять, кто это. Человека зовут Миша Беляев. Вот мы должны хотя бы имя Миша сохранить у себя, чтобы мы могли обращаться к нему персонально. Второй момент. Мы должны как-то к нему обращаться через какой-то канал. То есть, мы должны взять в него такой способ связи. Номер телефона или почту. И это лучше, конечно, определить заранее. Когда вы будете формировать такую базу, вы говорите, я бы хотел общаться со своими клиентами через почтовую рассылку. Или я не верю в почтовую рассылку. Там, я пробовал у меня что-то, не устраивает меня процент открытия, например. Я буду общаться через SMS, через звонки. У меня такой бизнес, что у меня персональное общение. Я буду общаться через голосовой канал. Пожалуйста, так тоже можно делать. По-разному можно делать. Любой из каналов нормальный. Есть у него плюсы и минусы. Но вы выбираете для своего бизнеса ведущий. Почему это выбрать нужно заранее? Потому что, когда вы будете лид-магниты по интернету рассылать, собирать данные, формы разные на сайтах размещать, чтобы взять данные у клиентов, вы должны понимать, что принципиально вам нужно взять. То есть, в первую очередь, номер телефона и, возможно, электронную почту. Или, в первую очередь, электронную почту. И, может быть, номер телефона, возможно, он где-то мне поможет. Ну, и дальше мы, конечно, сегментируем наших клиентов. Чем больше мы про них знаем, тем лучше. Мы говорим, что у каждого клиента есть какие-то признаки. Там, пол, возраст. Если мы в B2B формате, то это отрасль, оборот компании. Если мы в B2C формате, мы, например, можем какие-то данные дополнительные знать про наших клиентов, опять же, отталкиваясь от своего бизнеса. Есть у человека машина, дети, там, домашние животные, не знаю, растения декоративные. Все, что нам поможет сегментировать его и продать ему, относящиеся к нам. Друзья, буду периодически просить вас написать что-нибудь в чат, вернуть немножко обратной связи. Подскажите, пожалуйста, в вашем бизнесе какой канал ведущий, какой канал коммуникации? Телефон, почта, смс, на что вы в основном целитесь, в какой канал, через какой канал общаетесь со своими клиентами? Какой ключевой? Телефон, телефон социальной сети. Вижу мессенджеры ватсап, e-mail плюс звонки, инстаграм. Смотрите, какие разные варианты получаются. В некоторых бизнесах ведущий канал остается e-mail. Как мы общались, например, в B2B, через e-mail мы также продолжаем общаться. У кого-то, я предположу, что тоже B2B и персональное общение через телефон. Очень много я вижу комментариев про социальные сети, про мессенджеры, которые в текущем режиме актуальны. Я, кстати, рекомендую, друзья, всем, независимо от того, в B2B или B2C, попробовать для себя мессенджеры. Мы на примере себя своих клиентов видим, что мессенджеры, конечно, очень здорово заходят. Мы все к ним очень привыкли. И, конечно, это очень классный инструмент. Не отказывайтесь от него. Попробуйте. Попробуйте в любом случае. Так, друзья, большое спасибо. Это, значит, было про каналы. Какими каналами мы взаимодействуем, что мы сохраняем, какие данные про своих клиентов, нам, конечно же, заранее нужно знать про этот слайд, про действия клиента. То есть мы можем таргетироваться как на основании города и возраста, и пола, например. Я к 8 марта хочу выбрать всех жителей из Санкт-Петербурга и что-то им рассказать. Вот, пожалуйста, я такой сегмент построил. А могу построить по-другому. Я могу основываться на действиях, которые клиент совершил. Действия, например, покупка. Мы говорим все, кто купил у нас в предыдущие три месяца какой-то товар, мы хотим что-то с ними сделать. Совершить с ними еще одно взаимодействие через почту, телефон и продать им еще что-нибудь очень нужное, прекрасное и классное. Либо мы говорим, у нас в воронке были люди, с которыми сделки закончились неуспешно, для B2B в основном характерно, для длинного цикла сделок, и мы хотим с ними возобновить отношения. Мы хотим прийти к ним через полгода или через месяц и сказать, давайте попробуем еще раз, или давайте попробуем что-то другое с вами. То есть это действие клиента. И то, и другое сохраняется внутри CRM-системы. Здесь слайд с карточкой клиента, как она выглядит по умолчанию внутри B3X24. Мы видим в левой части этой карточки все свойства, которые мы хотим показать, мы там выводим сами, что мы хотим показать в этой карточке. У клиента там оборот такой-то или сделка на такую-то сумму, например. И в правой части мы видим хронологию коммуникации с этим клиентом. Вот, например, по текущей сделке мы говорим, мы общались несколько раз, там был телефонный звонок, запись его сохранена, можно послушать, там было письмо, вот про что мы разговаривали, и вообще сделка называется тур во Францию. Понятно, что мы говорили про путешествия и про какую-то страну конкретную. Если для вас это критично, тогда вы, конечно же, выделяете отдельное, ну, такое можно поле, специальное дополнительное поле, есть такая возможность, и определяете географию путешествий. Например, люди путешествуют по Европе, или люди больше Азию любят. Сейчас про путешествия мы, конечно, так фантазируем в большей степени, но тем не менее, перекладывайте на свой бизнес, да, у кого какие признаки могут быть. В любом случае, мы в своей базе сохраняем и признаки клиента, которые мы придумали собирать с него, не мы придумали, а мы решили собирать с него, и действия клиента. Это вот два таких больших кита, на которых мы основываемся. Теперь мы все эти каналы, которые существуют у нас, должны собирать. Собирать из разных точек, из разных источников. Было еще большое исследование, уже прошедшего года получается, фактически, спрашивали у разных участников, это такое мировое исследование небольшое было, какое количество мессенджеров у них установлено. Давайте тоже немножко с вами попробуем в угадайку поиграть. Как вы думаете, какое в среднем количество мессенджеров установлено у одного человека? Сколько у меня там иконок на мобильном телефоне, которые одновременно могут использоваться? Вижу пока 3,4,2, 3,4,4 плюс. Я так понимаю, что все посмотрели сейчас в мобильный телефон, посчитали немножко. Вижу 7, 5,4, 25, 25 космос. Вы либо немножко промахнулись, либо это такой серьезный багаж. Так, хорошо. Я тогда... Спасибо большое за обратную связь. Вообще большое спасибо, что участвуете и активно участвуете. Ответ 8,6. Мы, поскольку среднее смотрим, да, мы... 8 мессенджеров с половиной установлено у каждого человека вот такое большое мировое исследование. Данные могут разниться по возрасту, стране, географии внутри страны, там, мегаполисы, конечно, более продвинутые, но тем не менее. Достаточно большое количество коммуникационных мессенджеров. Вот Елена спрашивает, что мы считаем мессенджерами? В этом исследовании считалось коммуникация, то есть можно ли... Ну, контакт считается мессенджером? Условно да, потому что там есть возможность написать и получить ответ. То, что мы чатом можем назвать, даже если это больше, чем чат, мы считаем вот такой системой. Хорошо, значит, мы к чему это сейчас говорили? К тому, что достаточно большое количество каналов существует, но правда очень много. Их это мы сейчас про мессенджеры с вами поговорили, вот что мы в чатах можем делать? 8 штук. А вообще у нас есть классические каналы, есть почта, есть телефон, который вы писали как основные каналы коммуникации, есть современные каналы коммуникации, и все это нужно к себе подключить. Внутри Bitrix24, как CRM-система, есть такой раздел, называется он «Контакт-центр», который позволяет подключить разные каналы. Вот здесь иконок немножко. Вообще, если вы откроете страничку «Контакт-центр» Bitrix24, там будет их существенно больше, и да, вы можете подключить и классические, и современные источники. Сейчас я немножко поговорю про подключение разных каналов и дам, ну, если не лайфхаки, то такие рекомендации, что правильнее делать, что более эффективно делать в разных источниках. Конечно же, с соцсетями нужно дружить. Если раньше мы говорили, мы говорили, было такое, фраза расхожая, ходила, ее адресует, по-моему, Биллу Кейтс, не помню точно, кто ее сказал, если вас нет в интернете, то вас нет. Мы сейчас сильно дальше продвинулись, и по сути, аудитория, если не находит вас в социальной сети, может решить, что вас нет. Такое совершенно вполне возможно, поэтому чаще всего бизнесы вынуждены идти в соцсеть, не то чтобы нам как бизнесу хотелось быть представленным в Инстаграме, ВКонтакте или где-то еще. Мы вынуждены идти туда, потому что наша аудитория там есть. Мы там заводим страничку, и здорово, если мы ее регулярно обновляем. Это хорошо, видно, что мы более-менее живые. Но люди хотят общаться, коммуницировать, поэтому обязательно к своим страничкам в соцсетях подключайте интеграцию с CRM-системой. Что это такое? По сути, вы получаете возможность отвечать на сообщения, входящие на персональные ваши страницы вашей компании изнутри CRM-системы. То есть вы сидите в CRM-ке, к вам сообщение прилетает, вы на него отвечаете. Клиент сидит у себя в удобной ему сети, в Месседжере или ВКонтакте, и, пожалуйста, можно интеграцию такую наладить. Это достаточно просто. То есть нужно там быть, нужно отвечать, интеграцию делайте. Это первый момент. Второй момент, когда вы собираете данные, а вы наверняка собираете данные, рекламу запускаете внутри, используете готовые нативные инструменты, которые существуют уже у некоторых платформ, у некоторых социальных сетей. Сейчас Контакт и Фейсбук приведу в пример. У них есть CRM-формы, формы ВКонтакте и лид-формы у Фейсбука, с которыми можно прямую интеграцию сделать. Почему не свою форму лучше выкладывать, а форму, которая есть уже? Потому что форма готовая Контакта и Фейсбука, социальных сетей, она подтягивает те данные из анкеты клиента, из карточки клиента, которые уже у него верифицированы, то есть подтверждены и которые уже есть. Во-первых, это удобнее для клиента, ему заполнять не нужно, он говорит, согласится, да, окей, согласится. Во-вторых, это гарантия того, что человек не ошибется в наборе электронной почты или наборе номера телефона. Поэтому, пожалуйста, как только вы собираете такие данные из соцсетей, используйте нативные возможности, вот они на двух слайдах представлены, пожалуйста, есть в наличии, и все окей. Еще один момент, откуда вы берете такие данные, откуда вы базу такую берете, вы делаете сайты, сайты теперь делаются не один на компанию, на которую все приходят и смотрят, что там происходит, сайтов у каждой компании много, особенно если вы занимаетесь активным маркетингом, активной рекламой. Вы под разные рекламные компании, под разные задачи, под разные проекты делаете разные сайты. Иногда простые совсем, такие лендинги, одностраничники, иногда чуть посложнее. Эти сайты внутри CRM-системы тоже можно делать. Есть специальный раздел Bittrex24, называется сайт 24. Вы можете зайти и собрать в конструкторе готовый сайт. В чем преимущество такого сайта в том, что он уже интегрирован CRM-системой. То есть, как только вы размещаете там блоки информацию, там же нативно сразу вы можете показать либо форму, либо виджет для того, чтобы пообщаться в том же самом чате или заполнить форму, и все это сразу же прилетит к вам внутрь CRM-системы. То есть, для чего все это делается, по сути. Если вы не на сайтах 24, на любой другой платформе, не на один из Bittrex с управлением сайтом, не на сайтах 24, вы можете поставить себе на сайт такой виджет. Вот пример виджета в правом нижнем углу возникает. Сейчас мы можем вас проконсультировать. Нажмите. Значит, виджет содержит в себе несколько инструментов. Инструмент первый, вроде бы, для которого вы придумали, это тот самый чат на сайте онлайн-консультант. Вы заходите на сайт, и в онлайн-консультанте какие-то вопросы с компанией решаете. Это удобно, хорошо, здорово. Там есть два условия, которые должны выполняться, чтобы это работало. Первое, вы всегда должны быть на связи, и второе, всегда отвечать быстро, потому что человек, если быстро не получает ответа, он, соответственно, уходит. Если вы на себе такой эксперимент попробуете провести, сколько времени вы готовы ждать, пока вам не ответят, то это какое-то небольшое время на сайте, потому что чаще всего ты зашел, посмотрел, если это не уникальный товар-услуга, закрываешь и убегаешь на другой сайт. Поэтому можно на любой другой сайт поставить такой биджет, там действительно есть онлайн-консультант, все окей с ним, но я рекомендую очень использовать также интеграции с соцсетями и мессенджерами. Вот здесь показаны иконки Facebook, Telegram, Viber и еще чего-то. Пожалуйста, почему эту рекомендацию даю? Потому что, как только вы не отвечаете в течение нескольких секунд или минут, и человек уходит, в случае с онлайн-консультантом вы к нему вернуться не можете. В случае с социальной сетью я написал вам, используя свой аккаунт в Facebook, например, пожалуйста, вы можете ответить и попозже. Вы можете ответить мне и через час, и через два, и через день на самом деле. То есть я свои контакты вам оставил. Говоря про собственный опыт, опыт своих коллег, людей, с которыми я общаюсь, это для клиента тоже удобно, потому что не нужно караулить и ждать на сайте, когда же тебе ответят. Ты вопрос отправил, совершенно спокойно ушел с этого сайта, потому что знаешь, что у тебя на телефоне есть мессенджер, ответ туда придет. Вы таким образом и оставляете клиента для коммуникации, и этого клиента подгружаете себе в базу. Прямо вин-вин-вин со всех сторон вроде как. Поэтому тоже одна из рекомендаций используйте. Конечно же, друзья, помните про персданные. Есть у нас закон 152 федеральный, который говорит о том, что данные нужно собирать правильно, говорить клиентам о том, как вы собираетесь их использовать. У нас в формах, когда вы форму заполняете, есть специальная галочка и возможность поставить свой текст, текст оферты, когда вы отправляете данные и соглашаетесь с ними. Пожалуйста, с юристами проконсультируйтесь, будьте готовы, что соблюдение этого закона будет все жестче и жестче контролироваться. Если сейчас не всегда так, то штрафы достаточно большие, по-моему, за один случай до 500 тысяч рублей. Они ощутимые для бизнеса. Лучше подстраховаться и сделать все красиво, правильно, с формой. Если вы собираете перстанны, вы должны быть оператором перстанных. Это другая большая история. Поэтому, пожалуйста, посмотрите в нее. Она будет регулироваться все больше и больше. Так, вроде мы прошли первый большой блок, то есть нам нужна база клиентов. База клиентов собранная, собранная правильно, из разных источников, загруженная в нашу CRM-систему, которую мы потом по разным признакам можем поделить. Теперь про само деление. Называется это сегментация. И, значит, в чем деление, по сути, состоит. Ну, вот по трем ключевым признакам, на самом деле, больше, мы три основных выделим сейчас, можно поделить наших клиентов. По основным признакам, ну, мы говорили уже, да, пол, город, там, наличие питомца, есть у человека кошка, собака, дети, велосипед, машина, все, все, что угодно, все, что касается вашего бизнеса. Второе, это история. История его покупок. Человек покупал у нас велосипед, логично продать ему, ну, давайте пофантазируем, там, колесо, насос, седло новое на велосипед или что-нибудь еще такое. Товарищи, у которых велосипеды есть, поймут лучше. Я бесседельный товарищ. История сделок. Мы общались по поводу, не знаю, продажи большого проекта, но сделка не удалась. И мы по этому поводу тоже можем сегментировать клиентов по такому признаку и дальше общаться. По источникам обращений. Если нас запрашивали тур во Францию, вот из того примера, или что-нибудь ближе, если человек писал к нам и интересовался, скажем, печатью большого плаката, мы можем отмерить у себя такую галочку автоматически либо вручную, если человек интересуется полиграфией, большой полиграфией, маленькой, визитками, плакатами, если это критично для вашего бизнеса, то, пожалуйста, мы такую галочку отмечаем. То есть по истории нашей с ним коммуникации. Ну и по каналу мы тоже можем это сделать. Если мы отталкиваемся от этого, мы в основном коммуницируем через почту, пожалуйста, мы выбрали сегмент, через почту пообщались. Мы выбрали сегмент людей, у которых есть мессенджер, которые к нам пришли, написав нам в мессенджер, пожалуйста, мы можем с ними пообщаться. Телефон, чат, этот опрос маленький уже делали. Вот три таких основных признака. Теперь, каким образом мы сегментируем эту аудиторию с точки зрения динамики и статики? Сейчас объясню, что я имею в виду. Сегментировать можно динамические, выделять динамические сегменты, можно выделять статические сегменты. Динамический сегмент тот, который постоянно изменяется. Например, люди, которые купили за последний месяц у нас что-нибудь. Каждый день я буду формировать такой сегмент, и каждый день он будет немножко отличаться. Там будет минус один день и плюс один с этой стороны. Он будет разным. Есть статический сегмент. Это признак, который мы присвоили человеку. Пол, принадлежность региональная, городу, покупки определенного сегмента. Вот они жестко у нас зафиксированы, свойством внутри серой системы, мы по этому свойству четко его определяем. Динамический сегмент все время меняется. Можно ли их миксовать? Можно совершенно спокойно. Мы уже приводили пример. Например, я хочу выбрать там всех женщин или наоборот всех мужчин, которые проживают в определенном городе и совершали покупки в течение последних трех месяцев. Вот они, три признака, которые я объединил. Два из них статические, пол и город, и один из них динамический, совершали покупки. CRM-система, когда мы будем просить ее сформировать такой сегмент, нам подскажет, какое количество данных есть в нашей выборке. Если мы смотрим на базу в тысячу пользователей наших и поставили там восемь пересекающихся фильтров, то у нас останется в соответствии всем фильтрам несколько человек. Система покажет. Вы применили все фильтры и у вас в рассылку попадает три человека. Мы понимаем, что три человека это не рассылка. Значит, можно им позвонить в конце концов, если такой сегмент нам очень нужен. И мы меняем количество сегментов, понимая, сколько мы выбрали сейчас. А сейчас 500. 500, окей, нормально. Мы можем сделать рассылку или поставить какую-то другую рекламную коммуникацию с ними, потому что их достаточно много. Есть готовые сегменты, если вы заберетесь в пункт меню CRM-маркетинг в Bittrex24, которые сразу же сделали несколько фильтров. Вы их можете у себя сохранить, подкорректировать, сделать новые. И вообще при планировании CRM-маркетинга, вот отвечая на вопрос, зачем мы это делаем и кому мы собираемся рассылать. Вы говорите, я хочу увеличить продажи текущим клиентам, которые покупали одну категорию товаров, я хочу им продать другую категорию товаров. Вот моя цель. Поэтому я такой сегмент сразу же готовый и формирую. И если вы регулярно будете этим заниматься, каждый месяц вы будете активировать этих клиентов, делать кросс-продажи, пожалуйста, вы такой сегмент делаете себе в закладки фактически, в пресеты, мы их так называем, и быстро, чтобы каждый раз фильтр не набирать, в готовый фильтр переходите. Вот несколько готовых фильтров есть. Вы можете у себя посмотреть, что из готовых фильтров лежит внутри B324, что потребуется вам в вашей работе скорректировать или посмотреть. Так, теперь давайте немножко с вами поотвечаем на вопрос. Вот есть фильтр компаний и клиентов. Клиенты, которые покупали в прошлом месяце, клиенты, которые покупали в этом месяце и клиенты, у которых в этом месяце день рождения. Скажите, пожалуйста, сколько в этих сегментах статических сегментов, то есть сегментов, которые никогда не меняются. Есть динамика, мы с вами говорили, она изменяется, есть статика. Вот статический сегмент, который всегда будет одинаковый. Сколько здесь, пожалуйста, напишите цифру 1, 2, 3. И можно прямо писать, цифру 1 это какой? То есть статический сегмент, который мы здесь выбрали, это который? То есть 1 в прошлом месяце покупали, или 1 в этом месяце покупали, 2, там 3. День рождения. Так, спасибо, друзья, за активность. Я себя чувствую преподавателем под конец сессии, мне за это немножко неловко. Значит, я когда говорил, напишите цифру 1 или 3, не сказал цифру 0. Давайте разберемся. Когда мы говорим про динамический сегмент, это означает, что сегодня и через неделю я буду формировать такой сегмент, и он у меня по количеству выборки будет отличаться. То есть я разных людей увижу в этом сегменте, формирую я его сегодня и через неделю. Если я буду формировать там 20 какого-нибудь 9 декабря и 1 января сегмент людей, которые покупали в этом и прошлом месяце, он будет отличаться. Если я буду формировать сегмент людей, у которых день рождения, он тоже будет отличаться, несмотря на то, что это признак, который прибит гвоздями с рождения человеку и никак не меняется день рождения. Вот, поэтому прошу прощения за такой маленький, ну, как правильно сказать, маленькую уловку. Цифра 0 правильный ответ. Мы сейчас тут... Да, я вас немножко запутал. Поэтому есть контрольный вопрос. Я чувствовал, что я могу так сделать. Значит, да, если выборка, результат выборки зависит от времени формирования, сегодня, завтра, через месяц, то это сегмент динамический, потому что динамика, он изменяется. Если сегодня, завтра и послезавтра я буду формировать выборку людей, которые живут в Санкт-Петербурге, то они никак не привязаны ни ко времени, ни к дате выборки. Вот сколько их будет вчера, столько их будет и через две недели, если я такой признак им не поменяю. Так, окей. Больше не буду так делать, друзья. Это для понимания, для того, чтобы мы с вами в терминах определились. Статика и динамика. Хорошо. Как формируется сегмент аудитории? Я могу внутри Bitrix24 объяснить вам, но я маленькое видео сейчас покажу, как фактически формируется сегмент, чтобы это было достаточно наглядно. Оно короткое, без звука, я его покомментирую. Вот фактически мы находимся в разделе CRM-маркетинг. У нас есть меню, мы идем в сегменты и стараемся формировать новый сегмент. Мы его можем назвать каким-то образом под себя, мы придумали, что это будут активные клиенты, с которыми мы всегда будем работать. Вот наши пресеты, которые в левой части меню есть. Например, мы выбрали все активные лиды, лиды, которые у нас сейчас в работе. Это пресет. А могли бы вот в правой части меню набрать разных признаков. Это лиды, которые соответствуют определенным характеристикам. Или это контакты, которые соответствуют нашим определенным характеристикам. Вот. Для чего такой ролик показал? Для того, чтобы наглядно показать, что это достаточно простая процедура. Вы из лидов, контактов, сделок набираете себе по определенным условиям базу, к которой впоследствии придете. Каким образом мы к этой базе приходим? Вот, наверное, мы подходим уже к следующему блоку, к каналу. Перед тем, как перейти к этому блоку, к каналам связи, я вам хочу еще маленькую рекомендацию дать. Говорил уже про это и еще раз хочу акцентировать внимание. Когда вы сегментируете аудиторию, делать это можно не только по признакам, но и по прошлым результатам. В особенности касается этого B2B сегмента. Когда у вас есть цикл сделки, длинная сделка, она длится недели, месяцы, иногда годы. Надеюсь, годы не тот случай, но тем не менее. Бывает и так. Мы эту сделку либо выигрываем, либо проигрываем. Вот тут на скриншоте нарисована такая воронка, есть определенные стадии, что нам нужно сделать с клиентом, и сделка заканчивается каким-то финалом, хорошим или не очень хорошим для нас. Успешный финал, он один. У нас подписаны акты, например, или совершена продажа, как-то мы это называем. Ура, сделка выиграна. Но по нашей с вами практике мы знаем, что это не 100%. Очень часто не 50%, а иногда там единицы, десятки процентов. То есть остальные наши клиенты сделку с нами не завершили успешно. Они общались, они с нами работали, мы с ними работали, мы с ними общались. Все вместе какой-то результат хотели получить, но не получили. Сделка успешно не завершилась. И поэтому финальных стадий есть, их есть несколько. Почему неправильно завершилась сделка? Почему этих стадий должно быть несколько, и как мы это потом можем использовать? Сейчас немножко расскажу. Значит, сделка могла у нас не сложиться по нескольким причинам, по разным причинам. Мы их в такие большие блоки объединяем и категоризируем. Говорим, сделка не совершилась, потому что проект отложили. Это совершенно понятный результат. Проект не сложился, мы тут ничего не смогли сделать, значит, и он возможно каким-то образом в будущем возобновится. Для нас это, во-первых, значит, что мы проиграли сделку и выставили категорию. А во-вторых, мы же сегодня про CRM-маркетинг, что мы можем использовать эту информацию для того, чтобы вернуться к клиенту через какое-то время. Например, сегментировать всех клиентов, у которых есть за последние полгода проигранная сделка, потому что проект отложен, и прийти к ним и сказать, друзья, смотрите, мы знаем, что вы отложили проект, но у нас сейчас суперусловия, таких больше никогда не будет. Ну, или другую какую-то историю придумать, почему сейчас мы приходим к этим клиентам. И, вероятно, какой-то процент продажи мы оттуда вытащим. Есть клиенты, которые проиграли сделку, и причина там не потому, что проект отложен, а потому что они, условно, выбрали конкурентов или выбрали другой продукт, не тот, который мы продаем. Можем ли вы это использовать? Мы вполне можем. Что мешает нам прийти к этим клиентам через месяц, спросить, друзья, как у вас дела? Мы знаем, что вы не с нами сейчас, но как у вас дела, мы всегда рядом и готовы помочь. Можно сделать это лично, можно сделать это массовыми инструментами, но вот такую сегментацию совершенно спокойно можно производить. Я сейчас не буду, наверное, показывать, как детально это делается. Вот в том же самом конструкторе, как на предыдущем слайде было, я попрошу коллег, после вебинара у нас будет возможность, коллеги придут к вам, зададут вопросы, что, друзья, если остались какие-то вопросы по вебинару или по детальным настройкам, то можно будет подсказать. Я сегодня все кейсы, к сожалению, не подскажу, покажу направление, что можно использовать, а вот как детально это настроить, там в принципе не сложно, но коллеги подскажут, как это реально сделать. Так, кажется, что я акцент поставил и сюда можно посмотреть. То есть первое, что нужно здесь сделать, нужно посмотреть, какие у вас причины проигрыша, если их одна или их две, разделить их, посмотрите, с какими вариантами заканчиваются сделки. Я всегда подсказываю руководителям отделов продажа, здесь по этой неуспешной стадии, стадии проигрыша, очень легко контролировать менеджеров. Вы смотрите причину провала, там нарисовано, потому что мы очень дорогие, или как-то там по-другому называется стадия, отказались по цене, не устроила цена, мы заходим в эти сделки, слушаем записи разговоров, и чаще всего оказывается, что наши менеджеры не очень здорово работают с возражением, это очень дорого. Говорят, ну окей, или что-то в этом роде. Так, про каналы коммуникации. Мы можем прийти к нашим клиентам, когда мы сделали такую выборку, вот мы сейчас выбрали такой сегмент, что мы с ним можем потом сделать? Можем сразу же отправить ему из платформы письмо, сверстать в шаблоне письмо и сказать вот этим клиентам по определенному профилю, мы его только что выбрали, уходит электронное письмо, оно ему идет через CRM-систему. Есть интеграция с внешней системой, если вы пользуетесь, есть готовый инструмент внутри Bitrix24. Мы можем отправить им смс-сообщение, опять же, мы должны просто подключить к CRM-системе какого-то провайдера, через которого отправляются такие смс-ки. Выборку мы делаем в CRM-системе, смс-ка ушла. В смс-ку, в электронное письмо можно подставлять ссылки. Это тоже, ну вот если опять использовать термин динамика и статика, это может быть обычное письмо, которое для всех одинаково, там нет никакой персональной информации, а может быть персонализированное письмо. Начиная с простого, мы обращаемся к человеку по имени, эти данные мы собрали, до каких-то сложных моментов. Можем подменять разные ссылки в зависимости от разных аудиторий, можем какие-то данные подтягивать из нашей истории, которая к этому клиенту конкретно относится. Это касается любого шаблона и почтового шаблона, и смс-шаблона, и в мессенджер мы можем такое отправить. Сейчас большинство из нас на смартфонах, поэтому прочитать могут и перейти по ссылке, могут и из любого канала коммуникации. Внутри Bitrix24 есть возможность голосового обзвона, то есть мы наговариваем текст или прикладываем запись, и кто-то металлическим голосом, иногда добрым металлическим, иногда злым металлическим, совершает такой обзвон. Здесь хочу сказать, что инструмент такой есть, но опять же посмотрите, насколько вашим клиентам будет комфортно, приятно, уместно получить такое сообщение. Это отлично работает при каких-то напоминалках, например, мы делаем большую конференцию, и можно включить такой голосовой обзвон. Здравствуйте, завтра вы записывались, регистрирулись на конференцию, мы напоминаем вам, что в 11 часов мы вас ждем. Так можно сделать, это нормальное голосовое сообщение. Если мы говорим про продажу, то чаще всего клиентам получить сообщение, там, привет, я Дима Вилан, хочу, чтобы ты купил у меня вот такую классную штуку, работает не очень здорово. Опять же, нужно смотреть на инструменты, вот тот кейс, который я сейчас только что привел, с точки зрения маркетинга отлично работает. Я сбрасываю этот звонок, но, видимо, есть большое количество клиентов, которые такие звонки не сбрасывают, которые их слушают, и которые потом конвертируются в конкретную покупку. Поэтому первое, что нужно сделать здесь, посмотреть на уместность, ну и потестировать. Еще одна возможность, классная, интересная, на которой тоже хочу прям большой акцент поставить, это возможность, это таргетинг, то есть эту выборку превратить в таргетинг. Что здесь имею в виду? У вас есть какое-то количество клиентов, которые выбраны внутри базы, и по которым хочется, ну, сделать либо рассылку, либо вообще какое-то сообщение до них донести. Мы с вами понимаем, что открываемость рассылки, видим статистику, чаще всего не больше, ну там, 30%. Если у вас больше, вы классные, молодцы, и ура-ура. Чаще всего открываемость рассылки ниже 30%. Это означает, что мы сделали рассылку, например, акционную. Мы говорим, ребята, у нас в декабре акция, смотрите, как классно получается. И 70% нашей аудитории эту рассылку не прочитали. По разным причинам совершенно. Мы до них как-то дотянуться хотим все-таки. Есть варианты более дорогие, но надежные. Отправить смс-ку или отправить человека позвонить голосовым способом, обычно поднять трубку и совершить звонок. Можно добавить эту аудиторию в рекламный канал. В Facebook, Instagram добавить в рекламную аудиторию. Делается это достаточно просто. Это могут делать роботы, умеют так делать. Пожалуйста, вы говорите, люди на разных стадиях воронки получают разные сообщения. Если нам нужно погреть человека в воронке, вот сейчас он у нас находится, еще ближайший, примерно, месяц будет там находиться, мы общаемся с ними и греем их каким-то образом. Они видят, что бренд, с которым мы сейчас взаимодействуем, появляется вот здесь, здесь, здесь и здесь. Совершаем еще определенное количество касаний. Если сделка завершена, мы можем сообщить им про акцию через такой же рекламный канал, сообщить им про допродажу и про необходимость на следующей покупке. Так, есть вопрос про размер сегмента. Механика такая, что мы добавляем существующий сегмент. Поэтому здесь мы смотрим, это не формирование нового сегмента, добавляем существующий. Так, значит, первый момент мы с вами прошли, это момент по самой базе. Мы формируем такую базу с разными-разными признаками. Второй момент, это канал коммуникации. Мы его заранее должны определить, потому что потом нам придется через него общаться. Вот какие каналы существуют, мы показали, через мессенджеры точно так же можно делать такие рассылки. Отвечая на популярный вопрос, вроде бы не заданный пока, или я его не увидел, можно ли делать рассылки через мессенджеры. Если клиент написал вам первый, то вы имеете возможность ответить ему. В том числе вы можете сформировать такую рассылку, если у вас клиентов этих много, написавших вам через соцсеть, то вы можете отправить им такое сообщение. Если мы говорим про отправку сообщения новым пользователям, то в нативных сценариях такого нет. Есть интеграции с, например, WhatsApp или Instagram, Директом, которые партнеры сделали, предлагают, и там можно сделать коммуникацию первым, то есть можно сделать первый шаг, написать первому человеку, но все авторы, насколько я знаю, говорят, что все-таки массовые рассылки это не история для мессенджеров. По крайней мере, сразу же после этих рассылок очень может быть, что аккаунт ваш заблокирует, и это не очень здорово работает. Так, и третий момент, который мы хотели посмотреть, ну, не так детально с точки зрения инструментов, но, наверное, который нужно и интересно посмотреть, это ключевые сценарии, которые в CRM-маркетинге используются. Тут есть большие буквы LTV, это lifetime value. Мы на него работаем, если расшифровывать простыми словами, если вы с термином не сталкивались, то lifetime value – это все деньги, все средства, которые мы получаем от клиента за все время общения с ним. Если на протяжении всей жизни клиента, вот lifetime, сколько раз он у нас покупает за всю историю, он совершает у нас, допустим, три или четыре покупки, каждая по тысяче рублей. Четыре, допустим. Четыре покупки, средний чек – тысяча рублей. Мы понимаем, что стоимость этого клиента, lifetime value – четыре тысячи рублей. Для чего нам это классная информация? Ну, во-первых, для того, чтобы мы за ней следили и растили. Мы знаем, что как только мы начинаем замерять такую информацию, мы понимаем, что в нее нужно целиться и нужно увеличивать какими-то способами, начинаем придумывать такие способы. Это здорово, потому что это на продаже работает. Второй момент – мы понимаем, сколько мы готовы заплатить за привлечение нового клиента. Чаще всего, в последнее время, в конкурентных аудиториях – это больше, чем маржа с первой покупки. И мы понимаем, что клиент купит у нас второй раз, но не просто надеемся, что клиент купит у нас второй раз и потом мы отобьемся. Это статистика, которая есть у нас и некоторые действия, которые мы уже придумали, запрограммировали, что вот сейчас клиент покупает велосипед, а вот ему там волшебное седло к этому велосипеду мы предложим через две недели после того, как клиент поездит на текущем седле. А вот еще через три недели мы предложим ему условно самокат электрический, потому что знаем, что наша аудитория чередует то велосипед, то электросамокат. А зимой, когда нельзя будет ездить, мы ему придумаем еще что-нибудь. И вот он, тот самый товар. Мы это в голове, эти сценарии у себя держим и так планируем. Теперь про небольшие категории этих сценариев. У меня выделено здесь три таких больших повторные продажи, реактивация и лояльность. Про первое поговорим чуть-чуть подробнее, про второе просто немножко посмотрим в обзор, что это такое. Значит, в повторных продажах могут лежать несколько подсценариев. Первый из них это регулярные сделки. Если у вас есть товары, которые нужны человеку постоянно, корм для животных, любое детское питание, до сих пор удивлен, что до стрижек не добрались автоматизации и практически никому не приходит смс, мне никогда не приходило ниоткуда, пора бы постричься. Я, честное слово, стригся бы в полтора раза чаще, если бы мне просто напоминали, что на этой неделе нужно бы постричься. У вас по опыту волосы отрастают за три недели, а не дальше. Пока такой автоматизации нет, мне удивительно. В общем, посмотрите на свой товар или услугу. Если она нужна достаточно регулярно, и вы эту периодичность знаете, там картриджи заканчиваются в течение такого-то количества времени, детские подгузники в течение такого-то количества времени, там все может посчитать предельно, очки нужно менять вот так-то, линзы вот таким-то образом, и, пожалуйста, все это можно высчитать достаточно четко. Поэтому это один из, наверное, самых простых, понятных сценариев для регулярных покупок. Биг Бро так делают. Не знаю, чем торгует Биг Бро, но они молодцы. Наверняка так люди делают на самом деле и присылают. Я не сталкивался с этим, с регулярными покупками. Регулярно рассказываю на вебинарах, но почему-то до меня не добралась такая классная цинетизация, я не добираюсь до таких компаний, которые это используют. Ну, будьте теми, кому приводят пример в чатике. Смотрите, вот эти люди так делают, и все здорово. Это влияет не только на чатик, что вас упомянули, это влияет прямо на продажу. То есть вы просто больше продаете вовремя, приходя к клиенту, напоминая, что нужно делать. Смотрите, как это здорово работает. Вот есть пример отрасли, с которой все сталкивались практически, и которая очень четко этот процесс поставила. Это продажа страховок на автомашине, например. Если у вас заканчивается страховка на машину, значит, вы получаете, ну, давайте, напишите, пожалуйста, плюсик, кто получает больше одного уведомления, что, друзья, продлевать страховку пора. Прямо поставьте, пожалуйста, плюсик. Да, мне приходит, ну, всегда не одно, несколько сообщений, как-то я где-то засветился в базах, то ли они передают, то ли там что-то еще происходит у них с контактными данными, но для них это ключевой процесс, и если они пропустят тот момент, когда нужно продлевать страховку, они потеряли целый год. Прям год огромный и большую сумму от клиента. Поэтому, конечно, этот процесс автоматизирован. Мы рекомендуем точно так же автоматизироваться и у вас внутри. Вот пример регулярной продажи. Так, следующая история. Это кросс-продажа. В качестве кросс-продажи нужно тоже посмотреть на свои товары и услуги и подумать после первой покупки, что же я, например, могу или готов купить еще. Я купил телефон, ну, давайте, классический пример. Я купил iPhone, мне нужен для него какой-нибудь волшебный чехол, мне нужны какие-то шнурки, которые перетираются, зарядные, мне нужно что-нибудь там в машину, может быть, мне держатель для этого телефона в автомобиле нужен, значит, а, возможно, мне нужны еще наушники к этому телефону. И там вот такой длинный цепочек вырисовывается. Если вы продаете кондиционеры, то кондиционер нужно сначала продать и тут же нужно договориться, чтобы его поставить. Нормальный человек сам себе, вот, пошла генерация, защитное стекло для iPhone, не для кондиционера. Значит, кондиционеры нужно поставить, а потом нужно обслуживать. Опять же, вот у меня есть опыт покупки ни одного кондиционера и ни разу, мне через год не позвонил ни один человек, не прислал письмо, не сказал, что, дорогой Михаил, вообще-то кондиционер нужно чистить. Мы бы приехали к вам за рублей и почистили бы кондиционер, потому что вот это влияет на здоровье активно. Ну, наверняка большая часть аудитории, в процентах я сейчас боюсь предположить, но согласилась бы и сказала, да, окей, конечно, почистите, пожалуйста. Такие поводы должны придумывать вы. Это не клиент думает, я прочитал в интернете, что кондиционер нужно чистить, надо бы мне найти, у кого я покупал кондиционер, а вот вы сейчас вспомните, у кого вы покупали телефон, кондиционер или что-то не очень крупное, не квартиру, машину. Сложно вспомнить, у кого-то где-то вы в интернете нашли и как-то купили. Поэтому инициатором здесь должны быть вы. Помните первое слово, активная коммуникация, коммуникация с вашей стороны. Значит, это называется кросс-продажами. И теперь, ну давайте мы назовем прям это каким-то домашним заданием, каким-то смысловым. Пожалуйста, выпишите себе, какой продукт у вас идет рядом с каким, какая услуга у вас идет кросс, соседний, той, которую нужно следующий купить. И вам такую цепочку нужно выставить. И вы у себя пишите прямо, не знаю, в блокнотике, в электронной, какой-то записной книжке, где угодно. Пишите, если первые купили телефон, то я предлагаю вот это. Если первые купили консультацию юридическую, то следующую я предлагаю вот такую штуку. И вам нужно эти цепочки сделать, она может быть не одна, цепочек может быть несколько, товаров может быть несколько. Если вы вдруг сталкиваетесь с ситуацией, что у вас таких товаров нет, и таких услуг нет, то вам нужно их придумать. Честное слово, вы продаете, если одну и ту же услугу, нужно что-то соседнее положить рядом. После заключения сделки по ОСАГО, через 14 дней предложение по КАСКО. Вот я вижу здесь цепочку. Значит, по моему опыту, чаще всего ОСАГО с КАСКО покупают в один момент. Потому что, когда у тебя одна страховка закончилась, а вторая нет, ты попал в ДТП вот в эти несчастные там 14 дней между тем, как у тебя ОСАГО уже закончилась, а КАСКО еще, ты посмотрел в КАСКО, что она жива, будет не очень здорово. Да. Вижу, что не всегда не эксперт в страховании, но вот посмотрите, поиграйте, поговорите с коллегами, посмотрите на свою структуру продаж, как это работает. Страхование жизни здесь рядом лежит, если мы про страхование говорим, много-много страхования, квартиры, чего-то еще. Вот мы сейчас в правильную сторону идем, пожалуйста, на свой бизнес переложите, что есть у вас рядом, что соседнее вы можете продать. Этот процесс можно запрограммировать, автоматизировать, точно так, как продажа страховок, она регулярная, здесь кросс-продажа. Иногда бывает, давайте еще маленький опрос, скажите, пожалуйста, у кого разные услуги продают либо разные менеджеры, либо вообще разные отделы. Есть такие услуги, которым занимается этот менеджер только продажу, этот менеджер только сервисное обслуживание. Поставьте там плюс или минус, что у вас есть такое разделение. Один менеджер продает все, ставьте минус. Если разные менеджеры продают разные вещи, то ставим плюс. Вы пока ставите ее немножко водички. Вижу разные варианты. Значит, смотрите, если у вас есть разные менеджеры или разные отделы, между которыми передаются клиенты, но должны передаваться, у вас есть такая сложность. Нужно передать клиента, и для этого есть простые механизмы без автоматизации, которые давно придумали. Механизм кнута, механизм пряника. Механизм кнута, если ты этого человека не передашь своему соседу, будет тебе ата-та. Второй механизм пряника, если ты передашь этого человека соседнему менеджеру, и там будет продажа, то ты получишь процент с первой, допустим, продажей. Оба этих способа на вас влияют нагрузкой. Первая нагрузка за контролем, ты должен проследить, чтобы все было окей. Вторая нагрузка, ты теряешь маржу. Ты зачем-то еще поделился еще частью процента от первой продажи. CRM-система делает это автоматически, не прося с вас дополнительных денег. Она автоматически берет одного клиента и сразу же после завершения сделки передает его соседям. Я покажу слайд с тоннелями продаж. По сути, делается тоннелями продаж, когда у вас есть несколько разных воронок, и вы между воронками передаете клиент автоматически. Делается достаточно просто. Так, здесь еще при повторных продажах есть вторая попытка у меня в повторных продажах. Значит, вторая попытка это что такое? Это мы с вами разбирали кейс, мы первый раз попробовали продать, не получилось, и мы вернулись. Это вот про результат сделки, который негативный, неправильный. Мы с ним тоже можем работать, тоже все окей с ним может быть. Детально еще раз не объясняю, кажется, что этот кейс мы с вами проговорили. Вот это такая большая-большая история про повторные продажи. Она у вас должна быть, должна быть прописана на уровне процессов, ну, по крайней мере, на логическом уровне, что зачем вы продаете, через какое время приходите клиенту снова, через какой канал, какая выборка. Вот она у вас уже получилась. Как только у вас такое понимание есть, запрограммировать все это не заставляет огромного труда. В подавляющем большинстве случаев, за исключением каких-то хитрых очень сценариев, и то коллеги так умеют. Еще два пункта, по которым мы хотели пройтись, это реактивация и лояльность. Что такое реактивация? У вас есть старая база, база людей, которые у вас когда-то что-то покупали, но теперь все, никакого контакта с ними нет. Можно бы их вытащить на контакт обратно, возобновить. Чаще всего с ними немножко другая коммуникация, это нерегулярная история нерегулярной рассылки, и можно как раз написать, мы с вами не виделись год, это ужасно, мы страдаем, смотрите, что специально мы для вас придумали. Вот, например, там не всегда скидка может работать, там может работать, смотрите, за этот год самый популярный товар у нас вот такой, потому что он, и вы рассказываете, почему этот чудесный товар такой популярный. Возьмите, может быть скидка, что вам на первую покупку, вы с нами год не взаимодействовали никак, и вот на первую покупку сейчас мы готовы сделать вам подарок. Вот там сколько-то процентов, или вот какой-то купон, или вот что-нибудь, что позволит вам легче совершить, легче принять решение на покупку. Про лояльность это дни рождения, поздравления, какие-то грейды внутри вашей системы лояльности, может быть вы другое обращение к человеку придумаете, может быть вы будете называть его там сэр, или еще как-то, какое-то специальное звание может быть внутри, в достаточно молодых аудиториях это здорово работает. То есть это такая фантазия, которая на вашей стороне. Значит, про лояльность дни рождения хочу немножко предупредить здесь тоже. Когда будете планировать рассылки дни рождения, посмотрите на себя, лучше подумать вот свой или там день рождения кого-то из семьи, когда вы видите, какое количество смс от брендов приходит вам. Они примерно все одинаковые, и примерно нацелены на то, что вот вам 20% на покупку, приходите к нам. Сделайте что-нибудь более хитрое, что ли. Может быть не продажу. Может быть действительно, если цель вот такой коммуникации лояльность, не нужно продавать и дарить скидку. Нужно сделать просто какое-то поздравление и возможно сделать это не в день рождения, вот прям сейчас, потому что там такой наплыв теряется все, а может быть нужно сделать заранее или чуть попозже. Ну, то есть как-то отличиться, сделать как-то по-другому. Потому что вот в этом сценарии CRM-маркетинга многие компании, ну, преуспели не то слово, но активно его использовать. Вот обещал слайд с тоннелями продаж. Вот таким образом в настройках он внутри выглядит. Смысл его в том, что если у вас есть разные процессы, ну, на примере кондиционеров давайте. Есть процесс продажи кондиционеров, есть процесс установки, а есть процесс обслуживания. И каждый раз в этой сделке будет разное количество этапов, разное количество стадий. Вы их по-разному формулируете, за них могут отвечать разные люди, вот как мы с чатика видели. Поэтому вы их отдельно прописываете и между этими стадиями, между этими воронками, по сути, передаете клиента автоматически. Как только он купил кондиционер, сразу же тут ему предложили в письме или голосом установить такой кондиционер. Как только прошел год или сколько-нибудь времени, мы написали человеку, что нужно почистить ваши туфли еще раз специальным составом, обслужить кондиционер, провести диагностику вашему автомобилю, вашему устройству или там что-то еще специальное сделать. А настроили ли вы iCloud или что-нибудь, что связано с вашим конкретным бизнесом. Это работает на повторные покупки, на повторные продажи в вашем случае, на покупки с той стороны. Это работает на передачу между разными отделами или разными сотрудниками. Еще один классный инструмент, который я хочу подсветить, называется генератор продаж. Он работает как раз на повторные продажи и работает по тому же принципу сегментации. Вы выбираете аудиторию, которую вам нужно обзвонить, например, и ставите такие задачи менеджеру совершить повторные продажи по своей теплой базе. Почему-то первый момент у людей, занимающихся маркетингом, когда план продаж не выполняется, это пойти и взять еще аудиторию, купить еще аудиторию, дать рекламу для того, чтобы люди пришли. А вообще первый момент по стоимости так точно, лучше бы пойти к своей аудитории и посмотреть, что мы своей аудитории можем такого предложить, потому что она к нам уже лояльна. Чаще всего у нас нормальный продукт или нормальная услуга. Они нас знают и у нас есть их контакты. Вот, пожалуйста, мы им позвонили, написали и они нас примерно узнают. Генератор продаж работает как раз по принципу «Выбери аудиторию и приди к ней еще раз». Канал может быть разный, можно в том числе поставить задание менеджерам для того, чтобы они сделали такие продажи. Так, здесь немножко повторюсь про живую воду для мертвой базы. Пожалуйста, вот вам немножко статистики. Большое исследование, исследование международное. У компаний спрашивали, почему они уходят от текущих поставщиков. Там есть и товары, и услуги совершенно по-разному. И ожидалось, обычно мы говорим, что они уходят потому, что цены другие. То есть их переманили более выгодными условиями. Оказывается, что 64% компаний уходят потому, что у них есть недостаток внимания. Им не написали, не позвонили, контакт не поддерживается. А кто-то это делает вместо вас, и они уходят туда. Если говорить конкретно про процент тех, кто нашел более выгодные условия, он то ли 13, то ли 15, но вот порядок цифр такой. То есть там не очень большая доля компаний, которые просто нашли, где подешевле, или где поудобнее, или где что-то получше. И поэтому туда перебежали. Поэтому, друзья, конечно, стройте CRM-маркетинг. Он может быть CRM-маркетинг заботы, он может быть CRM-маркетинг продажи, но тем не менее работать со своей аудиторией очень нужно. Ближе к завершению у меня есть еще два вопроса, по которым хочется пройтись. Первый вопрос – это продажи в мессенджере. Почему про это говорю? Потому что сейчас современные каналы предполагают коммуникацию в мессенджере, а конверсия предполагает, что если мы не выходим из этого мессенджера, то все получается самым удачным способом. Как только мы говорим, вот здесь посмотреть товар, вот вам ссылка на сайт, вот здесь оплатить товар, вот вам ссылка на счет, то это получается не очень здорово. Каждый раз, переходя из интерфейса в интерфейс, мы теряем определенное количество наших дорогих клиентов, дорогих в прямом смысле этого слова. Я вам сейчас покажу маленький ролик, вроде мы должны вложиться во время, и в этом ролике моя коллега рассказывает, что такое центр продаж внутри Bittrex24. Привет, я Екатерина Епифанова. Центр продаж – одна из самых огненных новинок Bittrex24 Дубай. Я расскажу, как он работает. Все обращения ваших клиентов из соцсетей и мессенджеров попадают в ваш Bittrex24. Но просто консультировать покупателей уже недостаточно, поэтому мы сделали центр продаж. Теперь вы прямо в чате можете моментально принимать оплату от клиентов, записывать их на услуги и предлагать товары. Центр продаж находится в левом меню вашего Bittrex24. Здесь вы можете отредактировать страницы для продаж в чате, подключить платежные системы и настроить онлайн-кассу. Вот как работают продажи в чате. Например, вы организовываете детский фестиваль. Клиент пишет вам в Facebook и спрашивает, как добраться на мероприятие. Менеджер выбирает нужную страницу и отправляет ее клиенту в чат. Клиент решает, что хочет купить два билета – себе и своему ребенку. Менеджер выбирает нужные билеты, добавляет скидку и отправляет сообщения с формой оплаты клиенту. Чтобы ваши покупатели могли легко оплачивать товары, мы добавили в Bittrex24 быстрые системы онлайн-платежей. Это оплата через Бирбанк, Альфа-Клик или Яндекс.Кассу. Клиент оплачивает билеты – цель достигнута. После праздника можно отправить форму предварительной записи на следующее мероприятие. Это позволит изучить спрос и удержать клиента. Быстрые продажи возможны не только в чатах, но и через SMS-сообщения. Узнать больше о том, как работает центр продаж, можно в наших статьях на Helpdesk. Будем рады получить от вас обратную связь. Вот примерно в таком формате работает инструмент, который называется «центр продаж», позволяя и начать, и совершить коммуникацию в одном мессенджере, в одном и том же, по сути, канале. Последний момент, который мы сегодня с вами пройдем – это автоматизация. Мы, конечно, не пройдем по всей автоматизации, но, опять же, хочется подсветить, что может CRM-система сделать. Очень многие действия менеджеров и самой компании автоматизацию может взять на себя. Тут есть несколько примеров, что можно делать в разрезе CRM-маркетинга. Вообще кейсов огромное количество. Здесь я рекомендую пообщаться с нашими партнерами, которые сегодня в чате и с которыми дальнейшие коммуникации у вас получатся выстроены либо в почте, либо голосовым звонком в ближайшее время. Можно вопросы себе позаписывать и коллегам потом задать. Что прямо сейчас можно сказать и порекомендовать? Автоматизация может планировать следующую продажу. Вот в кейсе с регулярными продажами, пожалуйста, это можно исключить человеческий фактор и оставить на автоматике. Автоматика не ошибается и следующую продажу поставит вовремя, вы ее не забудете. Можно автоматизировать конвертацию лида. У нас в CRM-системе так получается, что пришел лид, мы сначала должны проверить, кто это, что это за обращение такое, и потом понять, это B2B, то есть нужно создать компанию, создать сделку и создать контакт у этого человека, то есть три сущности как минимум. Это B2C, мы должны создать только контакт и сделку у этого клиента входящего. И вот эти действия, автоматические действия, можно поручить роботам, которые за вас при нажатии кнопки, потом создадут несколько сущностей, добавят нужные поля в нужные карточки и вообще возьмут у себя большую часть вот этой рутины. Можно ожидать реакции клиента. Мы называем это триггерами, когда мы смотрим, есть ли реакция клиента с той стороны. Мы сделали рассылку, поставили там ссылку на наш сайт, лендинг, и говорим, вот те, кто перейдут по этой ссылке, ну, скорее всего, они такие теплые, с интересованными, с ними уже есть. И робот за ними следит, как только они переходят, они, например, переводят сделку в следующую стадию. Позвони мне, позвони, называется следующая стадия. И менеджер звонит и говорит, смотрите-ка, вас, кажется, заинтересовало наше предложение, давайте об этом поговорим. Мы можем автоматически роботам добавлять в рекламную аудиторию тех клиентов, которые на определенной стадии воронки находятся. Ну, вот здесь несколько кейсов, на самом деле их огромное количество. Здесь рекомендую, конечно, с партнерами пообщаться, прямо задать вопрос, что автоматизация может сделать для меня, для моего бизнеса. Вот примерно этим я занимаюсь. Роботы и триггеры, это называется в терминах BITREX24. Настраивается это и самостоятельно, в том числе вы можете это сделать прямо в воронке. Ну, вот по возможностям коллеги вас смогут проконсультировать. Для чего CRM-маркетинг нужен? Ну, конечно, для повышения конверсии в продаже. На любом этапе, на предварительном этапе мы в самом начале воронки греем людей, да, показываем им рекламу, например. На этапе, когда мы уже завершили сделку и смотрим на повторные продажи. Может ли работать с повторными продажами CRM-маркетинг? Конечно, может. Огромное количество инструментов и сценариев укладывается как раз вот сюда. Это такой кладезь прям по центру, поэтому находится. Ну, и для увеличения лояльности клиентов в том числе сегментируйте, отправляйте правильные сообщения в нужный канал, в нужном формате, в нужный текст, как вот Шарики Матроскин учили нас в самом начале. Друзья, я очень надеюсь, что у вас работа с CRM-маркетингом либо начнется, перейдет в активную фазу, либо прям продолжится. И сегодня мы какие-то полезные моменты в вебинаре обсудили. Они останутся с вами в качестве домашки. Что можно продать своим соседям, соседние продукты и услуги своим клиентам? Как это можно правильно сделать? Когда вы будете подходить к планированию CRM-маркетинга, вот ключевые вещи, которые вам нужно не забыть. Создайте критерии заранее. Тут предостерегу вас, что всегда хочется поделить на 50 разных критериев, чтобы уметь сегментировать по-разному. Выберите ключевые, ключевые несколько для того, чтобы менеджеру легко было их заполнить. Второе – это настройте цепочки пресета и шаблона, то есть заранее понимаете, когда, через какое время, к кому вы придете, с каким сообщением. Лучше сделать это заранее, чем просто собирать базу, а потом ориентироваться, ой, а что же мне нужно было добавить. Так будет логичнее и проще. Ну и определите целевой канал, как вы будете общаться. Понятно, что хочется все, но лучше сконцентрироваться на чем-то одном или двум, или двум каналам, для того, чтобы собирать контактную информацию и потом уже ее расширять. Большое спасибо, друзья, что были с нами. Надеюсь, еще раз повторюсь, что с этого вебинара вы выберете себе несколько ключевых мыслей, с которыми пойдете дальше. После этого вебинара запись сегодняшняя сохранится. Мы ее пришлем вам в письме и пришлем контакты партнеров, которые сегодня были с нами, отвечали на вопросы компании Line, компания PAM Consulting. Они сегодня здесь, вот, пожалуйста, отвечают, вижу их сообщение регулярное. С ними можно будет поговорить про сценарии, которые для вашего бизнеса особенно актуальны. Удачи и с наступающими праздниками! Продолжение следует... Продолжение следует...